Информационная служба канала RTVI продолжает свою работу в студии Сергея Кения. Здравствуйте! И так сейчас в мире. Сирийское перемирие бессрочно. В Москве, заявляют, режим прекращения огня в Арабской Республике, вступивший в силу 27 февраля, будет действовать не только две недели, как об этом сообщают некоторые СМИ. Это совсем не так, отметила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ее словам никто не собирался заниматься такой масштабной работой и использовать потенциал межгосударственных отношений только для того, чтобы дать участникам конфликта короткую передышку. Все усилия в рамках договоренности Москвы и Вашингтона направлены на то, чтобы перемирие стало бессрочным, добавила Захарова. Одновременно она посетовала на то, что режим прекращения огня в Сирии нарушается. Зафиксирован 31 случай нарушения режима прекращения боевых действий. О соответствующих фактах проинформирована американская группа по примирению, которая расположена в столице Иордании, Амане. Россия и Соединенные Штаты, как сопредседатели международной группы поддержки Сирии, запустили механизм реализации контроля за соблюдением режима прекращения огня со стороны сирийского правительства и вооруженных оппозиционных группировок. Ранее российские власти обвиняли в нарушении сирийского перемирия турецких военных. Те, в частности, якобы наносили удары по позициям курдских ополченцев. Но сегодня в Анкаре заявили, с того момента, как в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, Турция наносила удары исключительно по объектам группировки «Исламское государство». А согласно российско-американской инициативе, борьба с ИГИЛ должна быть продолжена, несмотря на перемирие. Турция торпедирует миссию НАТО. Как сообщает агентство Франс Пресс, со ссылкой на дипломатические источники в Европе, Анкара не впустила в свои территориальные воды корабли Альянса. Цель эскадры НАТО – содействие прекращению потока беженцев, направляющихся в Европу через Игейское море. Впрочем, в Турции сообщения французских СМИ опровергают, называя их инсинуациями, которые носят провокационный характер. В Анкаре ситуацию с кораблями Альянса называют процедуральной заминкой. Моя коллега Нина Шамогиа знает больше. Когда в товарищах согласия нет, Турция сказала стоп-операции, стоп-мигрант, одобренный НАТО менее двух недель назад. По данным агентства Франс Пресс, Анкара не пропустила корабли Альянса для патрулирования Игейского моря. В этих водах пять судов военно-политического блока должны были контролировать поток нелегальных беженцев и отслеживать контрабандистов. Командование операции возложили на немецкий корабль боевого обеспечения «БОН». И Анкара, и Афина согласились на инициативу Брюсселя. Но сейчас турецкая сторона якобы решила проявить характер и предъявила претензии. Почему германский командующий морской группы НАТО адмирал Йорк Лайн сначала не приехал в Турцию, чтобы определить область, где могла быть развернута эскадра? Не секрет, что из-за Кипра у Анкары и Афина тянуты отношения. При этом Греции принадлежит подавляющее большинство островов и большая часть акватории Игейского моря. Эксперты, впрочем, поведение Турции увидели не только греческий фактор – беженцы. Турции не нравится отведенная ей роль плотины на пути волны мигрантов из Сирии. Но и это не всё. Источники в Брюсселе заподозрили Анкару в лицемерии, исходя из того, что декларирует турецкий МИД. «Мы предложили 14 странам, которые являются источником нелегальной миграции, подписать соглашение о реадмиссии. Число мигрантов, отправляющихся в Грецию из Турции, значительно уменьшилось по состоянию на февраль 2016 года. Наши подразделения береговой охраны и сил безопасности прилагают все усилия, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов». На самом же деле, говорят западные политики, Анкара не заинтересована в возвращении тысяч беженцев на свою территорию. И это при том, что в ЕС договорились о выделении Турции 3 миллиардов евро для обустройства убежищ для сирийских беженцев. При этом главным условием Евросоюза было не допустить их миграции в страны Содружества. Мало кто может упрекнуть Анкару в том, что она пытается убежать от проблемы с беженцами. Турция приютила у себя практически вдвое больше выходцев с Ближнего Востока, чем все 28 стран ЕС вместе взятые. Очевидно, осознавая этот факт, Брюссель пытается не давить на Анкару и готов пойти на определенные уступки. Не исключено, что возрастет и цена вопроса. Турция сумеет получить от европейцев больше, чем 3 миллиарда. Нина Шамугия, РТВА. 23 года для Надежды Савченко. Такой тюремный срок потребовала для украинской летчицы российская прокуратура. Савченко, напомню, обвиняют в причастности к убийству двух журналистов ВГДРК в зоне конфликта в Донбассе, а также в незаконном пересечении границы. Сама подсудимая вину не признает, настаивая на том, что в Украине ее похитили и затем переправили в Россию, а также утверждает, что никогда не стреляла по людям. Но, как заявили в ходе сегодняшних премий сторон прокуроры, вина летчицы полностью доказана, а доводы защиты опровергнуты. Они отметили, что Савченко не имеет иммунитета, так как инкриминируемые преступления были совершены до того, как она стала депутатом ПАСЭ. Гособвинение попросило назначить девушке наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч российских рублей. Аннексия Крыма и кризис в Донбассе оставят в силе санкции. Евросоюз планирует продлить действия ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц России и Украины, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Они якобы останутся в силе еще по меньшей мере полгода. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Киевские медиа тем временем приводят некоторые подробности о санкциях в отношении граждан Украины. По их данным, ЕС в частности намерен продлить ограничительные меры в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще 15 людей из его окружения. Ожидается, что официально об этом будет объявлено 5 марта. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках на РТВ и у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова